всем привет дорогие друзья с вами крипто watchmaker и буквально недавно я снял ролик о том что 3 комас был взломан и у 3 комаса были украдены ключи ключи от криптовалютных бирж пользователей которые когда-либо привязывали свои ключи к 3 комас 3 комас же говорит что никакого взлома не было именно 3 комас и что все у них хранится надежно зашифровано на первом скриншоте вы видите конкретно написано нарушение безопасности аккаунта и систем шифрования api 3 комас или наших партнерских бирж не было также вот от 11 ноября официальный ответ в русскоязычном чате 3 комаса здравствуйте 3 комас не взламывали вы можете ознакомиться с этой информации или грамме чате более подробно и на конкретный вопрос а пи ключи зашифрованы или нет 3 комас отвечает что у 3 комас все зашифровано то есть 3 комас наглейшим образом обманывает что у них все зашифровано что у них все в безопасности что никаких утечек и взломов не было и быть не могло потому что все собственно надежно зашифровано сегодняшнем видео мы опровергнем эту информацию вы прекрасно увидите что ничего у них не зашифровано и за это я хочу поблагодарить анонимного пользователя который откликнулся на мои призывы и отправил на указанную электронную почту в прошлом видео pdf файл в котором подробно расписал и доказал почему же у 3 комаса все не зашифровано и данный человек пострадал именно от этой всей ситуации и насколько я знаю пострадало очень много людей но биржа ftx и alameda research который владеет 18 процентами 3 комас довольно влиятельные люди и они частично оплатили частично то есть скрыли всю эту информацию данный ролик создан исключительно для того чтобы все люди которые пострадали от данной утечки могли официально запросить у 3 комаса возврат потерянных средств потому что в этом виновата полностью 3 комас они какой-либо фишинка которым они пишут очень активно в своих соц сетях своих блогах и прочих прочих местах и сразу же небольшой спойлер ребят я чуть-чуть поковырялся в интернете и нашел два года назад вот такое вот сообщение прежде чем кто из вас закажет очень сочное предложение черной пятницы 3 комас я хотел бы объяснить что произошло со мной сегодня хакер разместил много десятков сделок на моих счетах в coinbase через 3 комас я понял взлом только после получения 3 комас сообщение о том что какая-то транзакция не удалось потому что мой баланс был равен нулю ровно такая же ситуация как было в ролике где я рассматривал ситуацию произошедшую парнем из нашего чата я конечно связался с 3 комас они утверждали что с их стороны нет проблем с безопасностью в чем я сильно сомневаюсь по многим причинам но особенно потому что я получила 3 комас уведомления об этих мошеннических сделках только когда мой счет был равен нулю я хочу чтобы все здесь знали что со мной случилось данное сообщение размещено два года назад я убираю перевод для того чтобы английские пользователи также могли почитать это сообщение на reddit это из дополнение тому что у человека была включена двухфакторная аутентификация то есть при двухфакторной аутентификации даже если мошенники украдут помощью фишинга ваш логин и пароль они все равно не смогут зайти на ваш аккаунт 3 комас и украсть ваши ключи потому что двухфакторная аутентификация не впустит мошенников внутрь вашей учетной записи к тому же были добавлены айпи адреса разрешенные то есть можно торговать только через указанные айпи адреса сложный пароль и то есть не взломанная зашифрованная электронная почта то есть все идеально со стороны пользователя было ну если здесь вниз почитать мы видим что здесь вот буквально 21 день назад человек пишет что у него украли на binance 90 тысяч долларов через 3 комас все вот эти люди даже те которые два года назад писали я думаю что просто обязаны обратиться в 3 комас за возвратом своих средств потому что в этих утечках виновата именно 3 комас и началось это все действительно очень давно уже несколько лет получается длится слив всей этой информации и уже несколько лет люди теряют десятки сотни и миллионы долларов со своих аккаунтов и все это почему-то умалчивается ну а теперь давайте ближе к делу и данный способ доказательства настолько прост что каждый из вас сможет его проверить но огромная просьба максимально быстро распространить это видео потому что для исправления и заметания следов этой информации потребуется компании 3 комас буквально несколько дней то есть буквально за несколько дней они могут прикрепить какое-то элементарнейшее простейшее шифрование тем данным которые я вам покажу и далее они скажут что ничего подобного вообще не было и чтобы этого не случилось данное видео должно увидеть как можно больше людей особенно разбирающихся и понимающих как это работает только так у нас будет шанс чтобы люди которые потеряли в течение этих нескольких лет десятки сотни и миллионы долларов могли потребовать от 3 комас полного возврата своих утерянных средств помогая распространить это видео вы дарите шанс людям потерявшим средства вернуть их обратно и так как я уже сказал на почту мне пришло сообщение пришел pdf файл и этот pdf файл мы сейчас с вами и разберем для англоязычного сообщества я оставлю оригинальный текст и для русскоязычного сообщества я просто все это переведу и прочитаю вам добрый день и обращаюсь к вам сегодня потому что я уже потерял всякую надежду вернуть свои деньги благодаря одной из крупнейших крипто торговых платформ крайнем случае я надеюсь довести мою проблему до средств массовой информации надежде что это придаст моему делу некую положительную динамику вкратце я уверен что вы слышали о недавнем инциденте с участием клиентов ftx и клиентов крипто торговой платформы 3 комас и о том что ftx компенсировала 6 миллионов долларов пользователям которые стали жертвами фишинговой атаки у меня есть основания полагать что новости получившие достаточное освещение это всего лишь верхушка айсберга на самом деле сотни миллионов могли и вероятно были потеряны клиентами 3 комас из-за недостатков безопасности 3 комас но эта информация не обнародуется и скорее всего представители рекомас заставляют людей молчать будучи сам специалистом по безопасности и пострадавшим человеком я провел собственное расследование и хотел бы поделиться всеми своими выводами с вами с уважением крипто бро и так наиболее известное упоминание о так называемой фишинговой атаки это были вот эти вот медиа прошлом видео мы с вами разобрали множество таких статей и принципе знаем что в них было написано ну и 3 комас и ftx официально опубликовали заявление в котором говорится что не было взлома не баз данных безопасности учетных записей 3 комас не опи ключей эта проблема которая затронула нескольких пользователей которые никогда не были клиентами 3 комас поэтому нет никакой вероятности что это утечка ключей api исходящих от 3 комас а в довершении всего и в попытке придать больше правдоподобия их попытки скрытия 3 комас опубликовали отчет о безопасности вместе с информационным бюллетенем ну и в то же время и мы можем почитать этот отчет в официальном блоге 3 комас где мы видим конкретно вот такую вот запись где написано что не было никаких нарушений не в системе безопасности и так далее то есть это официальный ответ 3 комас api encryption system они везде говорят что у них есть шифрование я склонен полагать что это ложь и ключи api 3 комас были скомпрометированы ниже приведены результаты моего расследования вы можете легко в этом убедиться сами вы можете посмотреть короткое видео или просто выполнить пошаговое руководство ниже все документы также прикреплены к папке протон чтобы вы могли убедиться в правильности доказательств ну и вот ссылка на файл предлагаю посмотреть оригинальный файл после чего мы пройдем и самостоятельно все попытаемся выполнить своими руками и вы также по этой же инструкции можете все это сделать своими руками давайте посмотрим данное видео создаем новые ключи на 3 комас аппи секретная фраза и у и у кукоин есть еще дополнительные секретный ключ который необходимо ввести при подключении не на каждой бирже такое есть далее мы переходим и по подключение и видим вот они пожалуйста все вставленные человеком данные абсолютно в открытом доступе никак не зашифрованы передаются в открытом виде что является огромнейшей дырой в безопасности тот кто хоть немного разбирается в этом сейчас прекрасно понимает что он видит на своем экране вы видите что все все эти данные они просто в открытом виде ну и сейчас я попытаюсь провести то же самое и попутно немного вам также расскажу ну и мы дочитаем предоставленный pdf файл до конца у меня естественно есть аккаунт 3 комас и так ребят я переключил на английский язык чтобы наши англоязычные аудитории было все проще понять так нажимаем exchange выбираем spot выберем также кукоин если хотите можем выбрать после этого какую-то другую биржу если вы думаете что это может как-то отличаться также вы самостоятельно можете попробовать подключить какую-то другую биржу разницы не будет никакой и так нам нужно ввести данные нажимаем control shift ай чтобы открыть консоль разработчика здесь я написал рандомные ключи которые мы сейчас будем вставлять запоминайте что здесь написано копировать вставить нажимаем подключить выбираем и по подключения и что мы видим все то же самое что показал автор сообщения вот они пожалуйста все пароли логины и так далее можно зайти сюда декодировать чтобы нам было понятнее и вот пожалуйста все это передается и абсолютно никак не шифруется то есть мы сюда нажали подключиться как мы видим что api ключ неправильный 3 комас нам об этом сказал но при этом вся информация была передана также как и ваши настоящие естественно ключи то есть все ваши важные конфиденциальные данные передаются простым текстом не шифруясь абсолютно никак хоть данные и зашифрованные ssl сертификатом но когда они попадают на сервер 3 комас они хранятся просто вот в таком вот открытом виде и любой сотрудник который имеет доступ к веб-серверам может просто украсть все ключи которые были размещены 3 комасе наиболее критичной является вот эта строка то что данные передаются с помощью запроса get когда какие-либо данные передаются через запрос get весь url адрес сохраняется журналах веб-сервера например в ginex и apache такой файл называется access log и любой сотрудник 3 комас имеющий доступ к веб-серверам может видеть все данные api ключей а что еще хуже этого казалось бы что может быть еще хуже этого то что все эти данные могут перехватить сервисы такие как google аналитика яндекс метрики интерком ходжар facebook и прочие прочие сервисы они все могут перехватить эту информацию потому что она передается в незашифрованном виде также мы видим что 3 комас используют cloudflare а это значит что эти данные видны еще и сотрудникам cloudflare в дополнение ко всему вышесказанному любому сотруднику 3 комас который владеет доступу cloudflare также видны все api ключи вы представляете какое огромное количество людей и сервисов имеют доступ свободно ко всем ключам которые уже в течение нескольких лет ну течение получается всей жизни 3 комас и до имеют разные сервисы первые случаи взлома зарегистрированные которые я смог найти были как раз два года назад людей обкрадывают либо сотрудники 3 комаса либо те кто нашел эту информацию уже в течение двух лет прокручу для вас оригинальный текст который предоставил аноним можете поставить на паузу я в принципе обо всем об этом сказал ну и самое интересное это конечно cloudflare я не знаю как ему удалось конечно это все достать но вот мы можем приблизить и видим что все данные cloudflare они не зашифрованы просто посмотрите то есть вот они вот они секретный пас фраза 3 комас так далее то есть это все данные которые вот здесь водил человек то есть вот пас фраза 3 комас и как за вилкей который мы видели вот здесь теперь мы видим вот здесь вот все в том же не зашифрованном виде и все это говорит нам о том что все данные которые отправляются 3 комасом они отправляются просто обыкновенным текстом ничего не зашифрована вся информация все представляете сколько десятков или сотен тысяч клиентов за эти два года предоставили свои ключи компании 3 комас представляете у скольких из этих людей уже украли деньги судя по всему мошенник пытается действовать грамотно он просто берет время от времени несколько ключей ворует оттуда деньги и дальше затекает в этот раз он взял больше и ftx с 3 комасом возместили 6 миллионов долларов но своих дыр в безопасности они так и не нашли то есть они заплатили деньги но ничего не исправили потому что они не знали они не знают как у них украли ключи либо они это делали самостоятельно но это уже домыслы ну и заключение я оставлю для вас нашего бесстрашного анонима который потерял средства и провел это замечательное расследование давайте поможем вернуть деньги всем пострадавшим и максимально максимально распространив данное видео ну а на сегодня все берегите ваши деньги всем спасибо всем счастливо всем пока спасибо